Доброе утро! Трансы еврейского народа по пустыне, во время которых Израиль возбуждал и сформировался, также продолжались 40 лет. Тору, которая содержит в себе все составляющие бытия и является образцом совершенства, Всевышний передавал Мушев в течение 40 дней пребывания вождя еврейского народа на горе Синай. А еще с буквы Мэм начинается слово Май, вода. Напомню, что еврейские мудрецы сравнивают Тору с водой. И это значит, что буква Мэм тоже играет здесь какую-то роль. Попытаемся выяснить, какой именно вместе с нашей гостьей, ректором русскоязычного агеринститута Орхая Эстер Сегель. Эстер, доброе утро! Доброе утро! То, что мы сказали, это... Yes, мэм! Все правильно, абсолютно. Кстати, мэм тоже начинается на мэм. Интересно, почему бы это так? На самом деле, все очень просто. В прошлый раз мы говорили о ламет. Ламет – это было символ нашей мечты, устремления. Вот мы увидели с этой вышки, с башни, с маяка какую-то цель, мы начинаем двигаться к ней. Это символизирует буква мэма, следующая вилховитель. Иначе говоря, мэм – это переход. Откуда-то, куда-то. Поэтому, когда мы спрашиваем, откуда ты, мы говорим, мэ-аин, мэ-эйфа, или я говорю, я, допустим, я пришла из Египта, мэ-мицраем, из Бершева, мэ-ми-бершева, мэ-ми-рушалаем, из Руссараба, и так далее. Обычно говорят, мэрусия. Мэрусия, это уж хорошо. Это символ того, что мы начали это движение, мы вышли откуда-то, теперь мы в пути. Поэтому слово мавар, перемещение, тоже начинается с буквы мэм. Это символ этой буквы. Мы стремимся, мы перемещаемся, может быть так, по горизонтали, а может быть и по вертикали. Но только вперед, не всегда хороший вопрос. По вертикали тоже, может быть, поэтому мадряга, ступень, тоже начинается на букву мэм, да. Конечно же, можно двигаться назад, можно опускаться вниз. Поэтому мэм символизирует также и свободу выбора, в каком направлении продвинуться, в правильном или неправильном, в хорошем, плохом, вверх, высину, и так далее. Но как она помогает назад идти? Как она помогает назад идти? Она может опустить человека, дать ему силы двигаться, только он наступит не туда и провалится. Например, мы привели замечательные совершенно примеры. Сорок лет в пустыне, символ становления еврейского народа. Сорок дней на горе Синай, прекрасно, там получалась Тора, но сорок дней потопа, который обмывал эту планету, уничтожая все за наши грехи. Или сорок дней, в течение которых евреи, отчаявшись дождаться Моше, задумали сделать себе идола, золотого тельца. И сделали это на сороковой день. Иначе говоря, сорок это символ перемещения. Вот надо переместиться. Можно к Торе, к истине, можно к золотому тельцу и ко лжи. Пожалуйста, выбирайте. Буква мэм ведет у вас. А вот куда? Поэтому слово смерть, мавет, мертвец, мэт, тоже начинается на букву мэм. Потому что мы можем выбрать совсем не то, вовсе ни жизнь, ни смерть. Как написано в Торе, вот сегодня даю я тебе жизнь и смерть, добро и зло. Так выбери жизнь. Мы можем выбрать что-то другое. Мэм, вода. Вы сказали, что мэм, вода, тоже начинается на эту букву. И заканчиваем две буквы. Слово мэм вообще, оно происходит именно от слова мэм. Почему? Потому что мы сказали, что мэм – это символ перемещения. Вода – это символ перемещения. Она постоянно движется, если только открыть кран, да? Если только дать ей, убрать плотину, дамбу. Она принимает любую форму. Форму того сосуда, куда ее нальют. Символ перехода, перемещения, принятия новой формы. Это буква мэм, поэтому мэм называется, естественно, мэм. 40 числовое значение. Вы сказали, действительно, за 40 дней созревает эмбрион. Раньше это было только талмудическое высказывание, с которым ученые и врачи могли и поспорить. Сегодня это доказано с помощью ультразвуковых технологий, также доплерограммы, которые делают с мозгом ребенка, зарождающего в материнском организме. Уже доказано, что 40 дней нужно… А это чуть меньше 6 недель, да, по-моему, получается? Это нужно ребенку для того, чтобы из набора клеток стать существом чувствующим. Кстати, с точки зрения проведения абортов, не дай бог, это будет боль, да? С 40-го дня, со 41-й день ребенок начинает чувствовать боль. Ему просто очень больно, когда его убивают. И это доказано наукой, да? Почему 40? Потому что мы сказали, что 40 – это символ перемещения, принятия новой формы. До этого был просто набор клеток живых, но не живое существо. Теперь это… Человек. Человек. Поэтому слово «мать»… Ну, почти 40 недель до рождения. Конечно, 40 недель до рождения, конечно же, потому что сначала он был внутри, а теперь он проявляется, но уже это новая ступень, новая стадия его развития. Поэтому слово «мать» – «м», числовое значение 41. С 41-го дня, что ребенок у нее в утробе, она уже может считаться по закону еврейском полноценной матерью. Ну, кстати, буква «м» имеет два вида написания – открытая и закрытая. Идра стоит в конце слова. Хаим, слово «хаим», да? Да, там «м» закрытая. Да, почему? Именно поэтому есть два вида перехода, перемещения – хорошее и плохое. Вверх-вниз. «Мэм», который сейчас стоит в начале слова, это «мэм» открытая, там внизу есть отверстие. Мудрецы говорят, что это символизирует неполноценность нашего бытия сегодняшнего, да? То есть мир этот несовершенен, не до конца прекрасен, всегда есть возможность, дай Бог, упасть, провалиться в этот люк, который есть снизу. Что такое «мэм» закрытая? Закрытая со всех сторон. Это как бы мир, защищенный от всяческих напастей, невзгод, от всякого соблазна, зла, вообще от смерти. Это символ будущего мира. Будущего мира, который будет действовать на Земле с вечной жизнью, когда не будет ни болезней, ни смерти, ни страданий, ничего, никакого зла. Это символ «мэм». А вот Хмельдарм говорят, что есть кризис 40-летнего возраста, да? Как середина жизни, когда человек решает, куда и что, принимает какие-то, наконец, решения. В Талмуде написано так. Вообще, в Мишне написано, в Талмуде обсуждается, что в 40 лет человек, наконец, приобретает мудрость. Иначе говоря, формы сознания, которые до этого он использовал, естественно, в жизни, он мог быть очень умным человеком, орудированным и так далее, к этому возрасту они начинают принимать некую форму более стабильную, которая помогает им более правильно принимать решения в будущем и быть действительно наставником и так далее. Поэтому в истории еврейской есть очень много мудрецов, которые именно в 40-летнем возрасте вдруг проявили себя на новом уровне, на уровне еврейского учителя, мудреца, наставника. То есть 40 лет жизни кончается. 40 лет жизни только начинается. Это прекрасно. Нужно об этом помнить. Нет, просто у нас осталось буквально немного времени. Я почему-то, я понимаю, что христианская религия выросла из иудаизма. Ты про 40 дней? А почему 40 дней, а в иудаизме 30 дней, как бы вот уход человека после смерти? Ну, тут совсем другие вещи. А я думаю, что это тоже дорога, тоже это? Это связано с определенными процессами, которые происходят. Душа, отрываясь отсюда, поднимаясь в высокий мир и так далее. Но, тем не менее, 40 тоже, безусловно, обозначает что-то в нашей душе и, кстати, в сознании тоже. Давайте уже осталось немножко времени, скажем об этом. Написано в Талмуде, что мудрецы наши почему-то каждую новую вещь повторяли по 40 раз. И только тогда она навсегда заходила фламить. И это сегодня советуют и психологи. Повторите 40 раз что-нибудь, запомните навсегда. Фантастика. Ну, ты же мамой своим детям, детям, сколько тебе 40 раз нужно повторять? Именно так. Точно. Спасибо большое. Мы надеемся, что вам, уважаемые наши дорогие телезрители, 40 раз ничего не надо повторять. Вы все поняли с первого раза. Наша программа продолжит через пару минут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова